В Славянском районе много талантливой молодежи. Для того, чтобы дать возможность молодым людям реализовать свой творческий потенциал, проводятся всевозможные спортивные и культурно-массовые мероприятия. Одно из них – литературный конкурс поэтического мастерства «Свободный микрофон», на котором любители поэзии могут выразить себя. С подробностями наши корреспонденты. Конкурс поэтического мастерства «Свободный микрофон» проводится уже несколько лет. И год от года его популярность среди молодежи только растет. Сюда приходят ребята, увлеченные поэзией. Для них это возможность выступить перед большой аудиторией, поделиться своими чувствами, представить вниманию жюри любимые произведения. Ребята участвуют со всего района, съезжаются. И я думаю, что это очень хороший конкурс, хорошая площадка для реализации ребят, творческого потенциала у ребят, которые любят именно русскую литературу, зарубежную литературу. Потому что потенциал нашей молодежи многогранен. И реализовать все их возможности позволяет именно такая форма проведения мероприятия. Конкурс проводится несколько раз в год. Каждая встреча юных литераторов посвящена определенной теме. Обычно это времена года или памятные даты. В этот раз темой стала весна. Все произведения, прозвучавшие со сцены, были посвящены именно ей. Всем привет! А это я. Весна пришла. Зеленью, с дождями и цветами. Радую цветную расскажу. Леса, поля. Буду радовать пушистыми садами. Белоснежные черёбухой в голову скружу. Соловьиной треню про любовь вам расскажу. Все сердца теплом и радостью весенней попою. А потом симфонию серии. Беличару пропою. Я принимаю это участие впервые. Это мероприятие посвящено весне. И мое стихотворение тоже посвящено весне. То есть приходу такой чудесной поры. Вот. Читаю стихотворение не свое. А Семенов Валерий Андреевич. Подготовила себе наряд. Вот. Думаю, все будет хорошо. Ну, видимо, не зря готовилась. Может быть. Не знаю. Надеюсь, жюри оценят. Конкурс проводится в двух номинациях. Чтецы поэтических произведений и начинающие авторы. Учащийся пятой школы Владимир Рудковский стихи пишет с третьего класса. Сейчас в копилке начинающего поэта около 15 произведений. Специально для конкурса он написал еще одно. Весна пришла. Весна пришла. Она стучится всюду. Она разносится по всей округе. Ее вещи и концы летят во все земли концы. Она приходит и дает нам в жизни новое начало. И забирает она все, что с года прошлого осталось. Она дает нам вдохновение своей прекрасной красотой. И манит нас к себе своей чудесной красотой. Она прекрасна. Что сказать? А далее решайте сами, как вам о ней сказать. Мое стихотворение на тему того, что весна, когда она приходит, она дает нам новую жизнь. Она дает нам новые силы, чтобы... И она помогает нам начать этот год. Она как-то вселяет в нас вдохновение. Мне нравится писать стихотворение. Я вот не могу это объяснить, но у меня вот как небольшой удар к этому есть. То есть у меня рука лежит к этому. У меня получается их писать. У меня получается рифмовать их правильно. Ну, я изначально писал стихотворение на тему мамы, на тему... На день рождения много стихотворений писал. Я очень много писал стихотворения на тему поздравлений именно. А вот именно это стихотворение на тему весна. Это мое первое произведение именно на эту тему. Выступление конкурсантов оценивало жюри. Ребятам необходимо было не только без ошибок и с интонацией прочитать стихотворение, но и постараться передать настроение поэта, смысл и глубину произведения. Весенняя песня. Эдуард Асадов. Гроза фиолетовым языком лижет шипеньем мокрые тучи. И кулаком стопудовым гром, струи звенящие серебром, Вбивают в газоны сады и кручи. И в шуме пенистой кутерьмы с крыш, словно с гор, Тугие потоки сновают звонкие водосоки, Остатки холода и зимы. Но ветер уж вбил в упругие клинья всплетения туч, И усталый гром с ворчанием прячется под мостом, А небо смеется, умытое синее. В лыжах здания колыхаются, смешные, расходцы, как японцы. Падают капли, и каждая кажется крохотным, С небом летящим солнцем. В конкурсе приняло участие около 20 ребят. По итогам творческого состязания в каждой номинации Были определены победители. Правда, как признались члены жюри, сделать выбор было сложно. Все ребята достойны победы. Очень замечательно, что дети пишут стихи, Что они пытаются вот таким вот образом передать частичку себя, Рассказать о своих ощущениях. Ведь стихи, я думаю, что это, наверное, самый чистый вид эмоций, Которые можно передать на бумагу. Их очень трудно написать, так как очень много всяких разнообразных жанров стихосложений. Но, тем не менее, каждый из них очень серьезно постарался в этом деле. Привнес. Я бы им всем поставил наивысшую отметку. Всем, буквально, без исключения. Но, несмотря на трудный выбор, имена победителей были названы. В номинации «Чкицы» первое место присудили Вероники Поспеловой. Лучшим автором была признана Полина Круглова. Следующее выступление ребят пройдет в мае и будет посвящено Дню Победы. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует.